Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на рынке Белгород-Днестровский. Пасхальные праздники закончились, майские еще, слава богу, не начались после таких-то обильных столов, как у нас. Что сегодня будем делать? Потеплело, надо купить обновки, новые вещи к теплому сезону. Что хотел бы купить я? Я бы хотел купить футболочку, я хочу купить сегодня шорты посмотреть, поэтому, в принципе, две покупочки я знаю, ну а вы сможете посмотреть, что, почем, будем идти. Футболки известны уже, вот, павильон, неоднократно мы тут покупали, пару футболок я уже здесь купил. Здравствуйте! Здравствуйте! На меня футболочку, сразу скажу, желтенькую с воротничком. Вот это вот. О, давайте я буду смотреть. Можете померить. Прелесть нашего рынка в том, что, в принципе, любой товар, мало того, что можно посмотреть, потрогать, пощупать, так еще и померить. А сколько такая футболочка будет стоить нам? 150 гривен. 150 гривен. Старые цены еще. Цены у нас старые. До подорожания. Раз заговорили о ценах, вот это, красивое, с воротничком, как называется фасончик, по-модному. Ну, типа пола, вот это одежда. Пола, да. А простые футболочки, почем у нас нынче? Ну, цены тоже остались. 80 батал, норма 70. 80 на больших-больших людей, 70 на тех, кто поменьше. Ну и, в принципе... Сейчас уже цены будут дороже, потому что доллар, это, считайте, 8, а сейчас уже 11, 13. Закупки, видите, сейчас в режиме ожидания. Доллар меняется в цене, значит, будут меняться и цены. Поэтому, кто хочет, как раз потеплело, может успеть купить еще по старым ценам. Давайте я все-таки помирюсь. Но, опять же... Надо снять тоже. Не, ну, эту я сейчас снимать не буду. Я сейчас просто кину, тем более, что я фасончик люблю. Будет, будет. Не, она будет, нормально. Будет, будет. Это уже проверенный вариант, я уже знаю. Благо, я просто делал. Вон, смотрите. Ну, вот тут снимите, оно так-то... Да, будет супер. Тянуть не будет там. Все, футболку я уже нашел. Опа. Так, давайте, заворачивайте мне футболочку, а я пока расскажу. Значит, спортивный. Вещи, спортивные футболки. Лучше всего, конечно, брать натуральные. А место, где их можно найти, это вот у нас на рынке в Белгороде-Денистровском. Причем не только в футболке, но и рубашке. На теплое время года, с коротким рукавом, светленькие. Да, чтобы только деньги были, правильно говорят. С коротеньким рукавом, с длинненьким, вот такие легенькие, тоненькие. Ой, какая классная. Ну, это на ребят, кто поуже, кто похудее. Это детская вообще. А вот эти же волосы уже видите. Ну, тоже на тех, кто по... Ну, с 46-го идет по это. А почем рубашкой у вас? Тоже все, 6-й, это 180. Вот такая 200, вот, это длинный рукавчик. Вот, с длинным рукавом 200, с коротким рукавом 180. Вот видите, как заворачивается. И получается, можно с коротким носить ее, можно с длинным. То есть, для модников, кто не успел купить... Ну, разная, вот такая, например, вот 150. Такого плана. Для модников, кто не успел купить или кто успел сноситься, самое время прийти и купиться. Правильно? Правильно. Вот, хороший, но не субок. Очень хороший субок. Я так желею, что я тогда вот порвал вот эти желтые свои. Пока нам заворачивают нашу покупочку. Напротив. Техника. Дачный сезон начинается. Пляжи, дачи, все как полагается. От электроплит, бойлеров до стиральных машин и огромных холодильников. Все можно купить у нас на рынке. Прямо на одном и том же месте. Не сходя с этого места, можно купить вещи. И электроприборы бытовые, да? Разнообразные чайники. Он для любителей летней прохлады. Кондиционеры. Для любителей порядка будут пылесосы. В общем, все все найдут. Мы купили себе, а я вот смотрю, что у вас есть все-таки для мальчиков поменьше. И смотрите, для молодежки. Да, то есть и расцветочки какие, и с той стороны, и с этой. То есть самое оно, что ребята любят, главное, чтобы приходили и все-таки покупали. Ну, размеры... У них был хороший вкус, мы тогда подберем. И размеры есть. Вот, кстати, на вас у нас шикарная рубашка остается. А я вам скажу, что у меня... Вкусно, качественно. Да, я вам скажу, что у меня подобное есть, только розовенькое. Она такая, знаете, более нежного цвета. Красивая, красивая. А вам будет... Вы сейчас похудели, вам будет очень хорошо. Да, я не спорю. Можете посмотреть. Мы сейчас похудели, нам... Сейчас жена прибежит, скажет, где та рубашка, которую ты смотрел. А вот у вас почем такие рубашечки? У меня такая 180. 180, ну? Там, в этом ряду, который ковровый, там стоит женщина, если вы знаете, с таким товаром, у меня такие 200 писем. То есть, в нашем деле, покупательском, надо все-таки не лениться, походить и поискать. Можно найти за небольшие деньги хороший товар. Ну, вот, свитерочки спортивные, они называются как-то... Это не батник. Батник, батник, батник. Опять же... Из таких, может быть, вы имеете в виду, да? И под джинсы, и под спортивные, и вот... Вот это под спортивные. Можно купить. Это кто рельефные, будет вообще замечательно смотреться. Поэтому приходим, заходим, выбираем и покупаемся. Мы идем дальше, всего доброго, да. Опять же, из павильона в павильон. То есть, футболки плавно переходят в рубашки и обратно. Выбор просто огромный. Цены сейчас не скажу, не скажу, но... В принципе, в принципе, в принципе... Ну, нет продавца... Не скажем пока что. Идем дальше. Не проходя особо мимо... Не проходя особо мимо, остановимся. Мы шичим еще и шорты. Шорты надо будет там найти. Спортивные брюки. Опять же, в широком ассортименте прийти и выбрать можно все, что угодно. Так, если все, что мы видели до этого, это было в основном ориентировано на молодых людей, на мужчин, то сейчас мы подошли к павильону, который больше подойдет девушкам и женщинам. Здравствуйте. Что новенького привезли-то уже к теплому сезону? Видно, что все открыто. Найки, кофточки, мички. Платицы, сарафанчики. Сарафанчики, да, все такого плана. Бриджики. Все, что душе угодно. Все, что душе угодно уже есть, остается только прийти и покупать. А что почем? Насколько цены у нас? Ну, от 50 гривен и до 200 самые большие цены. Подождите, а что за 200 гривен? Нет, давайте, что за 200 гривен? Это платье. Платье. Вот платье, которое вы видите на фоне меня, нет, я на фоне них, стоит по 200 гривен. Вполне, я вот только что футболку купил, кто не заметил, за 150 гривен. Тут целое платье. То есть, я бы мог целиком одеться. Да, одеты. Как народ, вот Пасха сейчас прошла, по чуть-чуть теплее, теплее, слабенько идет. То есть, люди у нас все-таки, грошей не хватает. Ну, не хватает, потому что, смотря как у кого шо, кредиты. Опять же, еще с прошлой, еще с хорошей жизнью кредиты. Продукты подорожали, как говорится, все так вот. Нашим домоуправителям хочется пожелать, пожелайте народу денег побольше, чтобы мы могли ходить и попасть. Ну, здоровье, вот здоровью, это там боженька даст. Да, да. Все остальное. Посмотрим. Вам всех благ. А я сейчас расскажу, ценники же актуальны, правильно? Да. Ценники актуальны. Вот эти кофточки, это, в принципе, на сейчас уже носить. То есть, вот такое время года. 140, 150, там, по ходу, они будут чуть-чуть ниже, да, в цене? Что, почему? Вот эти вот, такие спортивные. По 100, это мастерки хочется, маечки по 50. То есть, а это вот туника, но как бы вязаная. Да, но это уже все отходит. Это уже, это уже из осеннего сезона. Хорошо, вам всех благ. Проходим. Убегаем. А, и возвращаемся, все те же люди у нас, для молодых людей. Нарядные свитера. Батники, футболки. Батники, футболки. Разлет цен. На что молодому человеку надо сориентироваться, чтобы купить... Тоже, от 50 до 250. Мужские немножко дороже. А 50 это... 50, борцовки, мальчики, маечки. Такие приколы получаются разные. О, 50 гривен. Для тех, кто с чувством юмора и не слабой наглостью. Вот так выглядит лучший в мире... В СССР. Кто-то, вот, рожденный в СССР, кто успевает. А в соответствии с нашим временем, может быть, не очень этот самый... Может быть, страшно. Ну, в общем, приходим, покупаем рубашки нынче. Почем? 150 гривен. Куда прийти? В какой контейнер? Какой павильон? Какая улица? Узкий ряд. Кого спросить? Света. Заходим в узкий ряд и говорим, Света, мы пришли. Тратим много-много денег. Все, вам всех благ. Спасибо, вам тоже. Спортивные костюмы. Иди сюда. На все про все. Человек, который торгует огромным количеством, как мы помним, курток, перепрофилировался слегка и расширил производство... Нет, торговлю до спортивных костюмов. Здравствуйте, давайте, рассказывайте, почем у нас нынче спортивные костюмы, тем более, что они идут комплектами. 250-300 гривен. Спортивный костюм? Целиком. Целиком. Цена шара, по старому доллару. Это еще то, что успели купить? Да, это то, что еще успели купить. А вот не поднять ли цены? Купили-то по старому доллару. А по-новому, то, что привезли, цена поднялась. Не-не-не, ну вот запас есть. В запасе? На запасе тоже можно купить. То, что там пооставалось. Ветровочки. Ветровочки. По цене? 250 гривен. 250 гривен. Резонанс. Костюм 250, ветровка 250. Длинная ветровка 250, короткая ветровка 250. Радует ассортимент и количество расцветок. Идемте, еще покажем куртки. О, а тут еще для тех, кто не успел весной к дождику купить курточки. Да, да. Куртки почем? Ну. Такие, чтобы на смену года не надо. 350 гривен в пределах этого. То есть за 350 гривен. Это начинается, да. А осенью оно почем уходило? Дороже. Дороже, да. Синтепон другой. Там они потолще шли. Осенью модель 420 гривен. В пределах этого. А будут, так подождите. Не, ну мне шорты. Я вот сегодня уже футболку купил. Нет, шорты еще чуть-чуть рановато. Сейчас пройдут майские, и мы все переоденем в шорты. Будут у нас шорты, бриджи, капли и куча всего остального. Поэтому, кто все-таки хочет купить что-то полегче, может прийти и поискать. А кто достаточно ленив, могут подождать, пока пройдут майские, и прийти к нам сюда в узкий ряд. И поискать сразу все на месте. Вам всех благ. Всего доброго. Торговля идет? Нет? Вообще? Да. Ну почин в день бывает? Ну почин в день. Один, два. Один. С боями. С боями. Да. А хочется, чтобы было 5, 6, 7, 8, 10. Чтобы было 5, 6, 10, 12, 15, сколько угодно. Ну, то мы мечтать надо аккуратнее. Насу надо. Разворачиваемся напротив. И сразу же видим галстучки, мышцы, ассессуары, рубашки. Количество рубашков. Не знаю, ну так, чтобы не соврать, около сотни всевозможных стоит. Ну и опять же, видите, люди стоят и покупают уже что-то сейчас. Дети, дети, точнее наоборот, родители, родители с детьми, с маленькими. Посмотрите, какие прикладные, прикольные всякие штучки, вещи, штаники, джинсики, шортики, кофточки, курточки. Они девичьи, зелененькие, розовенькие. Приходите, смотрите, покупайте.